Всем привет! Хочу поделиться одним наблюдением, замечанием по поводу всяких YouTube специалистов и блогеров. Все, кто их смотрит, и меня в том числе, никогда не принимайте то, о чем говорит блогер, как призыв в действии. Я имею ввиду то, что блогер рассказывает свой опыт о том, как он прошел какую-то ситуацию, как он с ней справился, в частности по лечению. У меня есть видео про то, как я справлялась с кортизолом, и мне по поводу этого видео и в комментариях, и в ВКонтакте, и в соцсетях, и даже в личке в WhatsApp, я не знаю уж как нашли мой номер телефона, но даже туда прилетают сообщения с просьбой посоветовать какую-то дозу. Я скажу сразу, что я не буду никому ничего советовать, потому что, как минимум, я не врач, я не специалист, и я не готова брать ответственность за ваше здоровье на себя. Поэтому все, кто смотрит мое видео и любые другие с советами по дозировкам, никогда не применяйте их на себя. Вот самолечение – это самое худшее, что может быть, потому что оно может выйти вам боком. Все истории про то, что нужно попить витаминки, если у вас упадок сил, полностью фигня. Потому что мой опыт, например, про кортизол, мне было плохо. Я нашла тренера, который шарит во всех нюансах гормонов, анализов и прочего. И я ему доверила свое здоровье. Я ему, естественно, платила деньги, и он взял ответственность за то, чтобы поправить мне все показатели. Вывести меня из состояния, скажем так, не очень хорошего. И первое, что он сделал, несмотря на мои доводы, может быть, мне попить фолиевую кислоту, витаминчик D, хуже-то не будет. Он говорит, зачем тебе это надо? Говорит, сдай анализы, у тебя это выйдет, ну, тысяч пять-шесть рублей. В принципе, столько же, сколько и вышли бы мне покупки витаминчиков. И мы увидим картину, что нужно конкретно тебе. И действительно, я сдала все анализы. У меня вышла, ну, примерно такая сумма, как он озвучил. И, посмотрев анализы, мы поняли, что мне не нужна ни фолиевая кислота, ничего. Мне нужны совершенно другие вещи. То же самое по витаминам. Прежде чем их пить, даже комплексные, витаминчик C, витаминчик D, все, что говорят, вот без анализов вам попить и типа станет лучше, это все полная фигня. Вообще не уйдитесь. Просто сдайте анализы, которые вам посоветует врач, либо человек-специалист, который шарит, и кто готов взять ответственность за ваше здоровье. И только после просмотра анализов начинайте пить что-либо. Потому что вы можете себе сделать гиповетаминоз этими таблеточками, или не отследить вовремя действительно нехватку какого-то элемента, и дальше все пойдет под откос, под накатанный, как угодно называйте. Поэтому хочу еще раз сказать, что что бы мне не писали, сколько бы мне вопросов не задавали, я буду, как и сейчас, и раньше, всех отсылать к доктору, либо к любому другому специалисту, кто разбирается в теме. Я не разбираюсь, поэтому советы давать я не буду. Пожалуйста, не задавайте мне таких вопросов. Все. Всем здоровья, всем корректных и правильных показателей, чтобы они были в норме по всем параметрам вашего здоровья. Я пойду погуляю в Москве. Я пойду погуляю в Москве.